Здорово! Сегодня я обучу вас очень классному страшному фокусу с картами, которые называются Cannibal Cards. Всё безумно круто! Четыре зомби, которые пожирают действительно любую карту, которую вы засунете между ними. Но давайте же всё-таки перейдём к обучению. Я буду использовать вот такую вот колоду. Это у нас Bicycle Zombie. Я в описании скину ссылку на неё. Переходите, смотрите, там есть обзоры. И также ещё я скину ссылку на канал, который вы можете пойти, посмотреть и подписаться. Мы берём колоду, выбираем из неё 4 вольта. В данном случае можно взять любые 4 карты. 4 короля, 4 вольта. И также ещё берём вот такую вот карту. Либо рекламную, либо от Джокера, как у меня. И клеим вот сюда вот в центр двусторонний скотч. Это если вы хотите, чтобы всё было как у меня в оригинале, чтобы в конце концов Джокер круто испарился. Значит, вы берёте сюда двусторонний скотч, клеите. И теперь вот эту вот карту вы кладёте под низ колоды. Ну а 4 вольтов сверху. Почему под низ? Ну потому что, если вы положите его сверху, то он просто-напросто приклеится к другим картам. И, увы, вы потом будете отклеивать его, и зритель может услышать вот такой вот звук. Вот. Поэтому советую его класть снизу. Теперь смотрите. Вы показываете зрителю 4 вольта. Даете ему на проверку, он действительно их массает, чупает, пробует. И всё. Он убедился в том, что здесь только 4 вольта. Вы берёте их всех на брейк. И теперь вам необходимо делать вид, что вы показываете 1, 2, 3, 4 вольта. Но вы на самом-то деле показываете 4, 3, 2, 1. Как это происходит? Вы берёте, делаете зазорчик на 4 вольтах. И теперь вы делаете вот такое вот движение. Слистывание немножко вправо карты. Задвигаете её и берёте все 4 карты. Но это будет смотреться, будто бы вы взяли одну. Вы просто её поддели. Показали вольта. Теперь вы берёте, кладёте вот эту левую карту. Немножко отодвигаете. И как бы её берёте, но на самом-то деле вы слистываете 1 карту обратно на колоду. И вы уже показываете 3. То есть у вас уже 3 вольта. Далее происходит то же самое. Вы берёте, сдвигаете немножко 1 карту. Как бы её берёте, но вдруг бац! И 1 вольта вы слистываете, скидываете. И уже показываете 2-го. И последний раз вы взяли и слистываете последнего вольта. И у вас 1 остаётся в руке. Всё! Зритель думает, что вы ему показали сначала 1-го, потом 2-го, 3-го, 4-го. Но вы показываете 4-го, 3-го, 2-го. И вот у вас в руках остаётся 1-й. Самое главное здесь не нужно вот так вот долго это показывать, чтобы зритель действительно увидел то, что здесь одна карта. Взяли вот так вот, показали, перевернули, в руку положили и всё. И вы начинаете показывать сразу же фокус. Не показывая лица, вы берёте и как бы засовываете там что-то, пытаетесь просунуть между наших вольтов. Одну карту. Здесь вы можете издавать какие-либо звуки. Например, нам-нам-нам-нам-нам. И всё. Далее щёлкаете, дуете, что хотите делаете. И делайте msleycount из двух карт. msleycount я в описании скину ссылку. Там вот где-то ищите. Очень круто. Нужно обязательно обучиться. То есть вот так вот вы слистываете 4 карты. Раз, два, три, четыре. Вот здесь, понятное дело, 2. Далее происходит то же самое. Вы берёте, засовываете сюда одну карту со звуками, без звуков. Это уже по желанию. И делайте msleycount. Но тут уже как бы 3 карты. И вы можете даже показать их вот таким вот образом. Быстренько, не обращая внимания на масти. Показали 4 карты и всё. И далее без остановки начинаете последнего вольта засовывать. Всё задвинули, щёлкнули, понямнянкали. И показали. Раз, два, три, четыре. Показывать уже свободно. Потому что у вас действительно 4 вольта. И тут уже скрывать нечего. И далее что вы делаете? Вы переходите к тому вольту, точнее к джокеру, которого вы до этого подготовили. И вот он наш двусторонний скотч. И вы попросите зрителя сделать вот так. Чтобы зритель вот так вот не схватил карту, не начал вот так вот ручками делать. Вы попросите его сделать вот так вот руку. Засовываете сюда карту. И когда вы так раскрываете веером 4 вольта, зритель задвигает вот эту вот карту куда захочет. Вот это вот такое будет условие. То есть он должен взять вот таким вот крабиком одну карту. Ещё раз говорю. Нужно для того, чтобы он не схватил её вот здесь. Там, где двусторонний скотч. Он берёт, засовывает в любое место. Вы берёте. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. И всё. Так ещё желательно вот здесь вот придавить немножко. Чтобы действительно очень хорошо сцепился двусторонний скотч с другой картой. И теперь вы берёте, разворачиваете. Можно даже придавить вот таким вот образом. Как бы вы вроде бы и развернули, но и вы придавили по центру. И вы уже показываете первого джокера, второго, третьего, четвёртого вольта. Но джокера нет. Раз, два, три, четыре. И вот таким вот образом всё очень чётко. Показали всё. Также ещё вы можете на всякий случай подготовить ещё одного джокера. Тоже, чтобы если он сказал, а ну ещё покажи. И тогда вы показываете второй же раз то же самое. Можете, например, даже взять и второй раз, если зритель попросил, а вы без подготовки, сделать следующим образом. Засовываете джокера вот в вот это положение. И делаете эммсли каунт. Получается, у вас джокер вот здесь вот. И вы делаете эммсли каунт. И у вас джокер пропадает. Но потом его придётся спальмировать в руку. И показываете 4 вольта. Вот такой вот фокус. Супер крутой на Хэллоуин. Супер круто будет эффектно. Особенно если вот с такой колодой. Или с колодой какой-нибудь тоже зомби. Например, есть ещё Bicycle Everyday Zombie. Это уже в описании скину ссылку. Переходите, смотрите. Там обзоры. Канал там тоже будет интересный. Переходите, подписывайтесь. И ставьте лайки. До новых встреч. За эффектный фокус. До новых встреч. Подписывайтесь. Пока. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok